Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Марина Жукова. Рада вас приветствовать! Сегодня я к вам с полезным видео. Буду чистить сковородку от толстого слоя нагара. Смотрите, вся сковорода у меня черная, закаменелый нагар снаружи, внутри. Внутри вообще вот такие вот толстые образования нагара. Поэтому способ, конечно же, нужен серьезный, такой вот прям мощный. Мне моя подписчица написала дельный совет, я его уже потестировала. Одну сковородку очистила, она стала идеально чистой, причем очистила все без усилий. Поэтому могу вам смело сказать, что способ хороший, способ рабочий. Значит, способ 3 стакана. У меня стаканы небольшие, стаканы объемом 150 мл. Значит, в одном стакане у меня порошок, стиральный для машины автомат, очень недорогой. Значит, дальше 1 стакан соды, можно брать соду кальцинированную, можно брать пищевую. Все у меня пополам, то есть у меня чуть-чуть кальцинированный и основная часть пищевая сода. И 1 стакан горчицы. Итак, друзья, беру большой бак, в баке у меня примерно 5-6 литров воды. Добавляю 1 стакан соды, 1 стакан горчицы и 1 стакан порошка. Опускаю сковороду. Итак, друзья, прошло 30 минут, то есть 30 минут сковорода у меня активно варилась в этом растворе. Теперь беру вот такую вот щетку, у нее есть пластмассовая ручка, то есть у меня не будет обжигать раствор, не будет обжигать металл. И начинаю чистить. Так, попробую вот здесь, внутри, ножом. Вот смотрите, как хорошо. Щетка тоже, кстати, чистится. Да, вот смотрите, щеткой, вот в этом месте. Друзья, я проварила сковороду еще примерно 30 минут, может быть, чуть-чуть поменьше. Ногар стал достаточно мягкий, он очень хорошо вот так вот поддевается ножом. Здесь можно, в принципе, пожестче взять губку, вот более жесткой губкой. Вообще, мгновенно счищается. Да, вот все, уже очистила. Видите, черные капли, это нагар капает. Вот он. Жесткой вообще быстро. Вот он, видите, вода сразу же. Смотрите, какой толстый пригар на самом дне сковороды и причем внутри. Очень грязная сковородка, хозяйка, конечно, ее запустила. Ну, может быть, сковородка дешевая, они не такие крепкие. Вот в плане вот этого антипригарного покрытия к нему все прилипает. И этот пригар, он прям как врастает в металл. Его потом очень, вообще крайне тяжело чистить. Поэтому я думаю, что я еще поварю сковородку. Она нагреется. Пригар какую-то часть я сняла. И я думаю, что после разогревания оставшуюся часть я уже удалю. Друзья, сковородка у меня кипит еще 40 минут. И мне кажется, уже неплохой результат. Смотрите. Вот такой вот светлой она стала внутри. То есть максимально вся чернота очистилась. Вот осталось ее буквально чуть-чуть металлической щеткой почистить. И мне кажется, результат неплохой. Все эти царапины, они, видимо, были на сковороде изначально. Но вот жирный нагар, он, конечно, растворился. Просто нужно было подольше поварить. Вода очень горячая. Вот жесткая щетка, видно, что чистит. Вот, смотрите. И сейчас покажу, как здесь. Здесь тоже я посмотрела со стенок. Ногар счищается, он стал мягким. Просто горячо чистить. И вот это вот дно, смотрите, как оно заблестело. И еще сильнее очистилось. Ой, горячо. Друзья, мне кажется, результат неплохой. Больше не буду чистить, иначе это уже будет механическая чистка. Мне все-таки хочется показать вам, как хорошо этот раствор вываривает нагар. Смотрим сковородку ближе. Я думаю, что очевидна разница между тем, что было, и тем, что стало. Сковородка была вся черная, вся покрыта нагаром. Причем и снаружи, и внутри. На чистку у меня ушло времени совсем немного. Больше времени, конечно, на варку. Поэтому, если у вас есть такие запущенные сковороды, друзья, попробуйте этот рецепт. Резких запахов во время варки нет. Если у вас сковородка не запущенная, то достаточно 15-20 минут подержать в таком растворе. Первую сковородку, которую я чистила, она, конечно, была намного приличнее внешне. Значит, я ее варила минут 20 и минут 5-10 чистила. Сковородочка вот прям без единого пятнышка нагара. Все очистилось на ура. Эта сковородка была очень запущена, очень сильно. Даже во время чистки кое-где у меня слез антипригарный слой. Но я думаю, что без этого никак, потому что сковорода была запущена. Но, тем не менее, результат впечатляет. Дополняйте меня в комментариях, пишите свои идеи, свои советы. Все с удовольствием тестирую на канале. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!